всем привет здравствуйте с вами андрей пересунько я риэлтор работаю century 21 heritage и я хочу представить вашему вниманию видео версию обзора рынка недвижимости канады за июнь 2017 года итак что же произошло произошло снижение объема продаж и продажи упали на 6,7 процента относительно мая 2017 года и это самое большое падение начиная с 2010 года при этом продажи снижались все предыдущие месяцы после марта и кого в марте был отмечен абсолютный рекорд по продажам так вот относительно марта продажи снизились на 14,7 процента при этом если мы возьмем относительно июня прошлого года 2016 то продажи снизились на вит тоже весьма существенные 11 процентов продажи снижались на 70 процентах локальных рынков возглавил это все безусловно торонто джетей потяну за собой все города золотой подковы также мы заметили снижение продаж и в ванкувере и в кубек сити и в кингстоне но не надо паники во первых если вы посмотрите на данные рассмотрите их внимательно то вы увидите что падение продаж все продали падение продаж национально принципе можно повесить на торонто потому что его падение продаж обусловило все вот эти объемы но некоторые рынки были на подъеме среди них можно отметить calgary эдмонта на таву монреаль галифакс именно здесь было отмечено увеличение продаж при этом соотношение количество проданных объектов недвижимости к новым листингом сместилась сторону покупателей если в прошлом году это значение было на уровне 60 процентов то сейчас это было отмечено на уровне 52 и восьмидесятых процентов естественно это снова заслуга рынка на недвижимости торонто джитей которая показала куда более низкие результаты чем годом ранее средняя цена давайте будем базироваться не на абсолютной цене а на цене по индексу hpi home price индекс и так если мы ориентируемся на этот индекс то средняя цена по канаде выросла на 15,9 процентов принципе рост цены отмечен на всех рынках исключение июнь к июню составили всего два рынка это родители джайна где было отмечено падение на ноль целых и шесть десятых процента и это соскатун там целых три процента остальные рынки росли и росли по-разному и так выводы из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы хоронить канадский рынок недвижимость еще как рано почему потому что на самом деле рынок падает либо не растет только в какой-то глухомане альберта не в счет альберта зависит от нефти а повышение цен на нефть я думаю не стоит ожидать еще года как минимум полтора потому что пока не состоятся выборы президента в россии да еще полгода после этого никакого подъема цен на нефть не будет атлантические провинции в принципе никогда не уносили огромный вклад никогда ничем не радовали да впрочем как и монетоба со скачеваном а более серьезные рынки например ванкувер давайте смотреть ванкувер падение объема продаж на один с половиной процентов с одной стороны не радует но с другой стороны вспомните о том что это на 10 процентов больше чем средневзвешенный объем продаж в июне за последние 10 лет количество новых листингов немного уменьшилось а количество активных листингов выросло на 9 процентов при этом sales to new listing ratio то есть соотношение проданных домов тем домам которые вышли на рынок находится примерно на уровне 45,7 процентов но это если просто посмотреть но если посмотреть вооруженным взглядом то мы увидим следующую картину в детач сегменте sales to new listing ratio находится на уровне 24 с половиной процента а вот в таунхаусах уже на уровне 62 процента а конда знаете сколько более девяносто трех процентов это значит что там идет просто война продается продается все вот такие дела к чему это приводит скорее всего проведет опять-таки к росту цены дальнейшему и в принципе все логично то есть получается так цены на детач вроде бы не отпускается и в принципе на low-rise а людям жить где-то надо поэтому покупают то что могут покупают конда торонто вы теперь скажите сами если взять в расчет то что торонто примерно занимает 20 25 процентов в объемах продаж и в статистике в принципе по недвижимости вся от всей канады удивительные результаты того июня да то есть вот это все падение как бы конечно можно практически целиком это все списать на торонто но останавливаться подробно на торонто я не буду для этого есть отдельный обзор вы можете его посмотреть на что стоит обратить внимание так это на монреаль я говорил об этом еще в марте что спрос канадский сместится в сторону монреаля при этом цены там растут 25 месяцев из последних 26 месяцев в июне например цены выросли на целых 10 процентов и этот рост очень неравномерен то есть если например вы отметите в адресу ланж то там цены выросли на 29 процентов на острове монреаль выросли на 17 процентов при том что среднем в районе 10 по hpi дальше цены в монреале в среднем прибавили 4 процента если просто взять среднюю цену но цена на детач средняя прибавила уже девять процентов то есть в принципе в монреале намечается тот же тренд который был начинался в торонто где-нибудь три года назад то есть спрос смещается на более дорогое жилье поэтому если вы живете в монреале собирались улучшать свои жилищные условия ребята вперед действовать это тот самый момент потому что сейчас допустим лето активность дал принципе должна быть немного ниже чем будет на осеннем рынке сейчас вы можете подцепить какие-то очень интересные варианты тем кому нужно продавать двигайтесь в этом направлении инвесторы если вы чувствуете себя комфортно на монреальском рынке я бы тоже рекомендовал двигаться в ту сторону я думаю что в ближайшие пару лет там будет очень интересно вкусно и прибыльно и так с вами был андрей пересунька я риэлтор сэнчери 21 heritage вы смотрели обзор рынка недвижимости канады по итогами июня 2017 года я всегда рад ответить на ваши вопросы контакты мои вы сможете найти на сайте easy sold homes.ca на моей страничке в фейсбуке easy sold homes.ca заходите спрашивайте интересуйтесь подписывайтесь на новости и будьте в курсе всего что происходит на рынке недвижимости канады а я буду всегда рад помочь вам с этим всего доброго пока